Здравствуйте, друзья! Я все думала, как бы обратиться. Мне очень нравится обращение Анастасии Мальцевой. Здравствуйте, соседи! Но я не буду плагиатить, хотя это действительно так. Мы везде соседи. Мы с вами соседи по земле, соседи по стране, соседи по двору. И у нас сейчас есть общая беда, с которой мы с вами столкнулись. Это те, нам запретили, говорили, по крайней мере, что проходят какие-то реформы. Но это действительно так, это реформы. После выборов нас ошарашили тем, что неожиданно сказали, что будут повышать пенсионный возраст, нам повысят НДС, нам с вами повышают пошлины на загранпаспорта. Планируется много чего повысить, и в сфере ЖКХ тоже у нас огромные проблемы. Вот с этим мы столкнулись с вами после выборов. И люди, которые голосовали в свое время за Путина, и верили ему, и говорили мне в том числе, что они голосуют за стабильность, потому что они голосуют за Путина. Вот сейчас эти люди начинают просыпаться, и они выходят на митинги. Вот я пришла сюда, чтобы рассказать о том, как я начала вести блог сейчас, политический. Изначально я создала блог как творческая затея, где бы я делилась своими стихами, рассказами. Однако, когда начались выборы, как-то так неожиданно произошло, что на мой блог начали подписываться люди усиленно, потому что я писала политические стихи. Вот с этого все началось. Я увидела, что на блоге подписано уже больше тысячи людей, и, в общем-то, грех этим не воспользоваться для того, чтобы каким-то образом доносить до людей информацию. Почему я хочу ее доносить до людей? Потому что средства массовой информации, к сожалению, до людей всю информацию не доносят. Ее доносят искаженные, так как вижу это я. Уже последние несколько месяцев я полностью отказалась от того, чтобы смотреть телевидение. И даже доходит до того, если я случайно включу какой-нибудь телевизионный канал, то у меня возникает некое отторжение и раздражение того, что я вижу. Потому что я вижу, как манипулируют сознанием, как проводят всевозможные шоу, которые одурачивают людей. Даже сейчас, если вы... Мне периодически рассказывают, что на телевизионных каналах происходит, и мы с вами видим, как людей оболванивают и рассказывают им, насколько это здорово, что повышают пенсионный возраст. И как люди молодеют на глазах буквально от того, что они осознают эту новость. И Малышева недавно рассказывала, что люди... Их активный профессиональный возраст 45 до 75 лет. Нам много чего с вами рассказывают. И я считаю, что не хватает нам сейчас с вами правдивой информации, что происходит на самом деле. А происходит вот что. Люди просыпаются и появляются, объединяются организации. Что меня очень радует. Политические организации. Это и кроме штаба Навального, это и союз содействия социалистическому развитию, и Левый фронт, коммунисты. У нас много сейчас проявилось организаций, которые сполочаются и проводят митинги. Об этих митингах вряд ли, ну я не смотрю, но вряд ли их показывают по телевидению. Поэтому вот мы с моим мужем решили, что мы будем освещать это для интернет-аудитории. Ну что я могу вам сказать об этом? Я вижу, что приходят все новые и новые лица. Люди растеряны. Они не понимают, как их могли так одурачить. Люди не знают пока, как вести себя на митингах. Если вы знаете, то митинги чаще всего, оппозиционные митинги, огораживают, в загон людей загоняют, что мне кажется неправильно, потому что если бы кто-то хотел пронести что-то на территорию митинга, то он легко это может сделать. И вот эти проходы, два прохода, которые в этих загонах организуют, они только, видимо, созданы для того, чтобы вызвать некое отторжение самого этого мероприятия. Люди чувствуют себя скованными, как будто бы их досматривают, они как будто бы делают что-то незаконное. На самом деле это наше с вами право выходить с протестным мнением на улице. И это наше с вами право. Мы можем лишь согласовать место. У нас это прописано в Конституции. Место нам в центре города не согласовывает. Любая оппозиционная партия вам об этом скажет. Единственное место, которое сейчас нам разрешено, это парк Камней. И там сейчас и проходят все протесты. И я призываю вас всех на них приходить. Потому что чем больше нас будет, тем больше вероятность того, что нас услышат. Ну вот, Ирина, я очень рад с вами познакомиться. Потому что новый человек для протестного движения всегда, новый человек с харизмой, с чувством собственного достоинства для первого оппозиционного движения очень ценен. Тем более, который общается с людьми. Что вы скажете? Я в свое время тоже ходил на митинги как на работу, но я общался именно с участниками, со зрителями, то есть не с выступающими. Прямо транслировал со смартфона и так далее. Потом перестал ходить, потому что мне показалось, что это все замерло. Такая секта политическая. Сейчас с Нобовска люди просыпаются. Что это значит? Какие-то статы приведите из ваших разговоров с людьми, которые проснулись, которые вдруг осознали, что реальность не такова, какую телевизоры показывают. Наши пермские телеканалы не показывали ни одного оппозиционного митинга. За исключением вот был сюжет с профсоюзного митинга, который официально разрешенный был. Там был сюжет, я видел. Мне кажется даже, что важны не слова, которые говорят люди в интервью, которые мы у них брали, а важно выражение глаз, которыми они приходят на этот митинг. Я говорила, что люди растерянные и не понимают, как их могли так обмануть. У нас, когда президентские выборы были, Путин ведь свою программу никому не показал. То, что сейчас говорят люди на митингах, это какое-то разочарование, боль. От того, что их хотят ограбить. Это действительно грабеж, потому что сначала людей лишили накопительной части пенсии. Сказав, что мы сейчас временно заберем вот эту часть, потом мы ее вернем. Потом вдруг объявили, что пенсионный возраст у нас отодвигается. Люди заранее не знали об этом. Ирина, может быть жестоко, а вы не спрашивали, что дорогие наши будущие пенсионеры, которым сейчас 45, 50, 55, они были сами виноваты, что вы проспали перед телевизором 20 лет? И вам было очень комфортно спать перед телевизором? Именно так они и говорят, некоторые из них и говорят, что они только сейчас поняли, что творит наше правительство. И лозунги, которые сейчас на митингах звучат, это отставка правительства, который принимает законы, который хочет принять законы, которые нарушают наши с вами права и ухудшают качество нашей жизни. Это позднее советское время, когда люди говорили, вот там типа, значит, наша партия извратила идеи Ленина. И очень долго верили, что Ленин-то был как бы святой, не понимая, что и Путин, это продолжение политики Ельцина, и Ельцин продолжение политики. Вот это лично мое разочарование, что Ельцин, он и был тем Лениным, а Путин, это уже Сталин, конечно, в наших этих. Вот так медленно мы все попали в ловушку. Я попался в эпоху Ельцина, а вы уже проснулись в эпоху позднего Путина, вы лично. Я никогда не голосовала за Путина в своем сознательном возрасте. Нет, ну вы просто комфортно, судя по вашему речи и виду, вы просто комфортно существовали в среднем классе. До некоторых пор, да. Наверное, до 2005-2006 года я комфортно существовала, а потом я вдруг стала подозревать, что нас обманывают. Что-то происходит не так, потому что по телевидению показывают одно, а то, с чем я сталкиваю совершенно другую. А это вы вышли только через 10 лет после пробуждения. Только так, только так. Да. Ну а таких, как вас, там много, я бы сказал, вот представительниц среднего класса, которые хорошо, дорого одеты, у них и дорогие машины. Таких там немного. Нет. Никогда таких не было, там я не видел много таких людей. Да. Они не придут, потому что тем людям, которым сейчас комфортно живется, а такие есть, я знаю это, они так и будут существовать в своей некой стабильности, невзирая на то, что творится в стране, к сожалению. У нас есть люди и интеллектуального труда, и среди моих знакомых тоже есть такие люди, которые, несмотря на то, что будучи доктором, например, медицинских наук, и получая мизерную зарплату, и будучи вынужденным работать на нескольких работах, чтобы обеспечить свою семью, поддерживают Путина. Вопрос почему? Потому что этим людям не хватает времени, чтобы выйти в интернет. Они смотрят телевизор, они зомбированы. Проблема даже не в том, что они хватает времени в интернете. Многие в интернете информацию не ищут, потому что в интернете они развлекаются. Или продают машины новые, покупают новые старые. Ирина, несколько слов о вас лично. Значит, какая ваша карьера, с чем мы пришли в политическую, оппозиционную, я бы сказал, такую гражданскую журналистику? Мой багаж. Я закончила медицинскую академию. Я работала врачом-психотерапевтом в санатории с маленькой-маленькой зарплатой в 7100. Кстати, хочу сказать, я понимаю, почему денег не хватает у государства. Не только от того, что деньги разворовываются. Это о пресловутой борьбе с коррупцией, о которой постоянно говорит Путин, начиная с 2000 года, что он будет бороться с коррупцией. Дело даже не в этом, а в том, что у нас, у интеллигенции на самом деле очень маленькие зарплаты. Вот представьте себе, какой процент от моей зарплаты уходил в пенсионный фонд. И сколько у меня накопилось на сегодняшний день за это время. Ну, получается сейчас, что последние годы тогда вы жили на шее у мужа своего, да? А муж у вас чем занимается? А муж, он преподаватель. Это тоже человек не особо обеспеченный. У нас преподаватели, врачей не ценят, инженеров не ценят. Но, тем не менее, вот, как бы, вполне себе, нам всем перепало этих нефтяных доходов, да, в свое время. Я, там, в Москве жил 7 лет, занимался коучингом по-английскому. И тоже вполне себе спокойно, не напрягаясь, там, тысячи, полторы тысячи долларов, да. А потом понял, что, как бы, если страна идет не в ту сторону, надо чем-то пожертвовать и вернуться к идее своего свободного теления, как я его понимаю. То, что вы здесь находитесь, это вот, это некая альтернативная Россия, в которой есть общественное теление. Вот такое, другое, пока мы не заслужили, такое скромное. Но здесь мы говорим правду. Да, это спасибо вам. Спасибо вам, что пришли к нам. И приходите еще, Ирина, в нашу рубрику «Живой час», где вы можете пообщаться с вашим коллегой. Ну, например, с кем-то из среднего класса, кого бы вы увидели на этом митинге, и обсудить уже с ним вот то, что вы увидели, и его спросить о том, что он чувствует сейчас, проснувшись. Да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok